Ассоциация именно Швейцарии является вот этот вот штык-нож, который большой, страшный. Я вообще стараюсь из путешествий везти ножи. То есть кто-то везет там магнитики, еду некоторые, я знаю. Я еду ввожу. Знакомая история, я так в Питере вез катану. И в тот момент я уже интересовался ножами. Я такой, а поехали в Испанию за Навахом? Это же очень интересно. Объясняю человеку за прилавком, что я хочу Наваху на EDC. А вот эта форма, я вызвал такое количество вопросов, то есть, а почему? А чтобы что? Почему на шее? Вот это на шее. И мне этот нож прям вот по кончику носа. А как же трещотка? Во! Вот это. Всем привет, с вами империя ножей, Алексей. Алена. Сегодня у нас в гостях Александр. Всем привет. Александр принес нам свои ножи, свою коллекцию. Мы продолжаем нашу ножевую географию, поэтому ножи у нас необычные, ножи привезенные со всего мира. Кроме того, Александр еще и профессионально занимается метанием ножей, о чем мы сегодня в выпуске немножко поговорим. Поехали! Друзья, с 12 декабря старт новогодних распродаж на Валберис и Озон. Скидка на ассортимент продукции империи ножей до 25%. Ссылка в описании. Саша, расскажи, с какого ножа ты начнешь с сегодняшнего повествования. Я начну с самого начала, с самого первого ножа. Это Викторинокс, как у многих, я думаю, практически у всех. Алексей заблестели глаза. Он создал Викторинокс, потом человека, мы как бы это все знаем. Да, и у меня, собственно, знакомство вообще и во многом с ножами, и с Викториноксом началось в Женеве. Я там оказался, ну и как бы находясь в Женеве, находясь в Швейцарии, пройти мимо магазина Викторинокс. Это моветон совершеннейший, так нельзя себя вести, и обязательно туда все сходите. У меня знакомство началось вот с этого ножа. Я просто понял, что нужно привезти какой-то сувенир, и решил остановиться именно на этой модели. Купил, положил в сумку, пошел пользоваться. Через какое-то время я понял, что я должен, обязан привезти еще всем своим друзьям по сувениру, и, собственно, с полными карманами в очередной раз вышел из этого магазина. Оказалось, что, собственно, отдел в магазине не один, и когда я зашел в соседний, я увидел отдел с коллекционными Викториноксами. И оказалось, что каждый год Викторинокс выпускает именно коллекционную серию. я увидел нож, который был выпущен в 1987 году, в году моего рождения. Он, во-первых, прекрасен тем, что он непосредственно связан с историей Швейцарии. Это битва Святого Якова, во-первых. А во-вторых, блин, это клевая коллекционная штука. В тот момент мне показалось. А во-вторых, это черный нож. Я как бы люблю этот цвет. И это была первая вещь, которой мне прям дали красивую коробочку, красивый сертификат номерной. Какой номер? 1584 из какого? Из 10 тысяч. Слушай, ну тут гравировка на клинке. Да. Кастомные накладки, плюс уникальная коробка. Причем для меня, мне было непонятно, почему Швейцария, такая, казалось бы, мирная страна, именно вот лицом этой страны в какой-то момент стали ножи. Еще банки, правда. Ну, там и шоколад, но и ножи в том числе. И сыры. Да. Вот. Но когда я подержал в руках Виктори Нокса, для меня абсолютно все открылось. То есть, это как и сами швейцарцы, как и сама Швейцария, для меня в тот момент стал символом именно какой-то универсальности, мультикультурности, да, как все швейцарские ножи, они многопредметные, ну, в большинстве своем, да, Виктори Нокс. И для меня это такая очень важная память оттуда, ассоциирующаяся именно и с Швейцарией, и с швейцарцами. Нож необычный, я обратил внимание, что на нем отсутствует отделение для пинцетика. То есть, видимо, в те годы, когда он производился, если это нож еще из 80-х, этого не было. Надо, кстати, проверить, я вот никогда не задумывался о том, с какого года пинцетики стали на Виксы ставить. И ножничек, кстати, тоже. Ну, есть модели без ножничек, но вот именно, что отсутствует пинцет, меня сейчас это удивило. Слушай, ну и отличная коробка, и именной сертификат. На самом деле, Виксы выпускают как дешевые ножи, которые являются обычными инструментами, так и уникальные коллекционные вещи, и приятно, что у тебя подобный нож в коллекции имеется. Не просто, а с годом рождения этого... А ты что-нибудь им резал? Ты хоть раз им пользовался? Нет, он у меня несколько раз попадал, собственно, на фотографии где-то в Инстаграме, я им хвастался. Я его один раз, по-моему, даже приносил на найфовку, которую Алексей регулярно организует. Алексей Пономарев, большой привет. Лешенька, привет. Все с большим интересом, собственно, смотрели, задавали вопросы. Еще одна такая же уникальная штука, на самом деле у меня Швейцария, в большей степени это вот эти вот мультикультурные, очень коммуникативные люди. И как бы это странно не было, для меня еще одной ассоциацией именно Швейцарии является вот этот вот штык-нож, который большой, страшный. С ним связана вообще потрясающая история, потому что мне ребята сказали, что будет ярмарка, и можно на эту ярмарку сходить и посмотреть что-то, может быть, что-то купить. По большому счету, то, что у них называется ярмарка, у нас называется барахолка. Пуделка. Ну, такое, да. То есть люди приходят, выкладывают какие-то свои вещи, приходят другие люди, которые готовы меняться, покупать. Но во всем в этом меня удивило именно общение. То есть это очень много кружков по интересам. В одном конце люди общаются про какие-то там фарфоровые чайнички, еще про что-то. А я, ну, неинтересно было, я оказался, собственно, в той ветке ярмарки, где лежали ножи, где лежали там и штык-ножи в том числе. И в тот момент я, естественно, совершенно не интересовался вот такими большими, страшными, наверное. Ну, может сказать, ты не был нажимана, ты просто увидел предмет. И в процессе общения, в процессе того, как я там ходил, разговаривал с людьми, смотрел, еще что-то, мне попала эта вещь в руки, и я понял, что я не могу без нее уйти, потому что для меня это абсолютное отражение той атмосферы и той вот как бы страны, в которой я сейчас нахожусь. Я вообще стараюсь из путешествий вести ножи. То есть кто-то везет там магнитики, еду некоторые, я знаю. Я еду вожу. Да, а я стараюсь вести ножи, причем именно этнические, потому что для меня это, ну, как бы в большинстве случаев, это хозбыт. Если ты хочешь понять быт людей, то надо как раз подержаться за ножи и понять, почему они такие, почему именно такая там форма, там, рукояти, лезвие, почему именно из этих материалов, как ими пользуются. И зачастую, оказывается, в стране ты берешь в руки этнический нож, ну, какой-то там являющийся каким-то символом. И очень многие вопросы, почему здесь именно так же вот люди, именно так они мыслят, они просто отваливаются. Но это становится очень понятно. Согласен. У меня к тебе только два вопроса по поводу вот этой вот ярмарки и этого кинжала. Это же штык-нож? Да. Это же к определенной винтовке, как я понимаю. Да, это для винтовки Mauser, вот. Причем в очень неплохом состоянии он находится, то есть здесь все замки. Как мне потом уже рассказали, в тот-то момент я просто схватился за вещь и понял, что вот мне надо сейчас. Как мне потом уже рассказали, уникальна вся эта штука. Именно тем, что здесь сохранился подвес. То есть он в очень хорошем качестве и ты держишь и за столько лет с этой кожей ничего не сложишь. Это штык-нож начало 20 века. Да, да, да. И по тем временам... 1918 на сегодняшний. Да. И по тем временам он стоил 63 или 68 евро. То есть это была вещь, ну, она стоила копейки, но при этом в ней столько памяти, столько каких-то позитивных эмоций, несмотря ни на что. Очевидно. Да, для меня это очень важно, очень приятная такая штука, которую и друзьям приятно показать, и рассказать о ней очень важно, и самому приятно в руках подержать. Как ты ее возил в Россию? Не было вопросов, проблем? Вопросов и проблем никаких не было, она просто въехала в чемодане, ну, как бы, да, мы не берем нож с собой в самолет, потому что его, скорее всего, отберут. В тот момент вообще никаких с этим проблем не было, и тут есть несколько штук, которые по закону Российской Федерации являются ХО, если что, на них все документы есть, с ними все хорошо. Ну, данный нож идет не как ХО, он идет как сувенирка, я так понимаю. Да, это антиквариат, по сути. Да, это по сути антиквариат, то есть ему больше... Ну, да, да, антиквариат, я не точно выразился, антиквариат. Это уже такое... Второе, что я у тебя хотел спросить, это ты на каком языке общался на барахолке? Мне вот интересно, ты свободно владеешь какими-то... Английский, чуть-чуть французский, чуть-чуть немецкий... В Швейцарии хватает ли разговора? Да, ну там как раз у них, собственно, итальянские кантоны, немецкие кантоны, французские, то есть они прямо на всем на этом свободно общаются. И Швейцария многокультурная страна, так же, как, да, Викторинокс Многопредметный нож. И там не возникало с этим проблем, очень прикольно, потому что с людьми можно переключаться с одного языка на другой, и вот эта вся мишанина, она прям... У меня в тот момент, как у человека, который практически не выезжал за границу, вызывало просто эфирию. А у тебя, получается, первая поездка была именно в Швейцарии? Одна из первых, да, таких больших, серьезных, поэтому, собственно, я там и пытался взять все, до чего... Нескромный вопрос, а ты ехал туда по какой причине? Отдыхать? По делам? По работе? И отдыхать, и немножко по работе. Я там был несколько раз уже потом, да, и когда друзья узнавали, что я еду в Швейцарию, первое, что у меня вот там... Друг попросил, привези мне мультитул швейцарский, вот этот вот Викториноксовский. Я говорю, какой? Он такой, вот такой, и со всеми наворотами, которые только можно... Ну, то есть там же отдельно можно докупать. Со всеми наворотами, это прям аж толстый, да? Да, 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 да. И вот я его тоже с удовольствием оттуда привез, и насколько я знаю, прошло там... сколько? Семь-восемь лет, десять может быть, и у меня друг до сих пор им пользуется, и все хорошо, да. У меня следующий вопрос, извини, Алёна, спрошу, а что у тебя с испанским? Я просто вижу тут наваху, мне интересно, что ты рассказал. С испанским у меня, честно говоря, не очень. И, собственно, навахи появились, потому что в какой-то момент мы с женой поняли, что надо поехать отдохнуть. И в тот момент я уже интересовался ножами, и я такой, а поехали в Испанию за навахами? Это же очень интересно. Что-то ездит в Турцию отдыхать, загорать, а то... Да, ну то есть нужен же повод, чтобы поехать. И когда я начал ковырять историю, почему именно за навахами, куда поехать, где... Там же есть целый отдельный город Альбасете, это столица вообще всех навах, там огромный прекраснейший музей, который рассказывает всю историю появления. Я всем настоятельно рекомендую, там очень много магазинов, которые называются прекрасным словом... Я сейчас за мой испанский, меня, скорее всего, тапками закидают. Кушелерия, то есть вот магазин ножей, у них называется вот красивым таким словом. Ты заходишь, и там прям вот все в ножах, и все вот наваха такая, наваха сякая. Кстати, в музее навахи я узнал, что... Ну, как бы я до этого еще немножко ковырял историю. Собственно, почему наваха так выглядит, такая и есть. И последняя там за два, почти за три века она практически не изменилась. Потому что в какой-то момент в Испании вышел закон о том, что простолюдинам нельзя было носить меч. Ну, какое-то длинное... Длинно-клюковое. Длинно-клюковое. Как вот у этого гордого человека отобрали меч. Ему же надо защищать честь своего рода и всего остального. И появились, собственно, вот эти вот складные ножи навахи. И они могли быть совершенно любого размера. То есть вот эта наваха по меркам... Да, да, да. По меркам Испании она как бы небольшая. Кухонный нос. Это абсолютно хозяйственно-бытового назначения. И изначально на навахе было вот, собственно, либо рукоять из оливы, либо вот здесь вот есть рукоять из рога. Да? Это вот, собственно, две мои навахи, а вот эта наваха маленькая, это наваха жены. Вот. В какой-то момент навахами, ну, там же гордые все, навахами тоже запрещают пользоваться. И вот, собственно, в этом музее целый зал посвящен портняцким ножницам. Потому что носить что-то, ну, грубо говоря, на кармане нужно. И люди начали носить портняцкие ножницы вот эти вот огромные, только затачивать их не изнутри, а снаружи. И все вдруг стали портными. Когда правительство, собственно, всю эту тему в очередной раз... Просекло. Просекло. Они запрещают носить эти ножницы. Но я сейчас, опять же, в годах могу быть не точен. Но примерно в то же время из Америки, там, привычка к табаку, ко всему вот к этому. Вот. И снова появляются навахи, потому что это превращается в нож для табака. Вот. И снова все начинают ходить с навахами, резать табак и все, что попадается под руку. Сигарные, может быть, ножи нет? Ну, может быть. Но вот у них это именно позиционировалось как нож для табака. Давай мы обсудим, что наваху делает навахой. Потому что, как мы до съемок с тобой обсуждали, что это все-таки, в первую очередь, замок, а не форма. Да, я тоже, вот, как бы, передержав в руках много различных этнических ножей и посмотрев наваха, может быть, на самом деле, для многих наваха это форма клинка, например. Но вот, например, форма может быть вот такой, может быть вот такой. Это самая узнаваемая такая туристическая штука. Да, и форма рукояти для многих это как раз и есть наваха. Как пистолетная. Ну и форма рукояти может быть достаточно разной. Да, у кого-то она больше к каким-то стилетам, то есть прямая. Это тоже, как бы, у них наваха. А вот именно уникальность вот этого вот замка, который вот, отжимная пластина, да, которая позволяет нам фиксировать клинок. Потому что до этого, как бы, вот именно клинок фиксировали в основном, как вот об этом ноже мы чуть позже поговорим, но в основном он фиксировался именно благодаря пальцу, который вот, да, маленькие ножики, чтобы удобно было работать. А как же трещотка? Вот. И наваха именно уникальна тем, что, в чем его такое интересное хозяйственно-бытовое назначение. В том, что в навахах появились вот эти вот так называемые трещотки. Вот это. Да, это такой, причем это же особо еще, особо удовольствие. Вот это тык-тык-тык-тык-тык-тык, да, и вот он у тебя готов. При этом во всех этих положениях нож фиксируется достаточно надежно, то есть им можно что-то делать, как-то оперировать, при этом, да, не бояться, что он сложится тебе на пальцы, на руки, да. И для меня наваха это именно замок, именно форма его фиксации. Потому что вот эта штука, она как бы и под палец удобно здесь ложится, да, потому что зачастую здесь какие-то технические, там, отверстия еще что-то, а это все закрывает и достаточно удобно им что-то делать, как-то работать. Ну я согласен с тобой, на самом деле, если мы посмотрим многие исторические ножи, традиционные, общие черты прослеживаются во многих из них. А вот именно замок, как традиционный для пенели свой замок, который не повторяется нигде, так и замок навахи, это действительно что-то уникальное. У тебя, получается, три навахи, сначала ты купил вот эту вот и понял, что ты понял, когда ты ее купил. Я увидел ее сначала и в моей голове образ навахи был именно таким, то есть и форма клинка, и опять же оливковое дерево на рукояти. Я думал, что наваха должна быть именно такой. После этого, походив по различным магазинам, посмотрев, какие вообще навахи бывают, съездив, собственно, в Альбасетте, в город, походив по этому музею, я понял, что это все-таки очень интересная, красивая, безусловно, даже функциональная штука, но я хочу не такой, надо же другой. Вот, и, собственно, появилась вот эта наваха, потому что мы приехали в Толедо, прекраснейший музей, отличнейший замок, всем настоятельно рекомендую. И в Толедо я нагуглил кузницу, она прямо там находится. Вот, я прихожу в эту кузницу и, собственно, на английском, естественно, объясняю человеку за прилавком, что я хочу наваху на EDC, for everyday care, как бы, чтобы каждый день ее таскать. Он берет, и вот, собственно, у него, как бы, прилавок, стекло, и он мне первое достает. Я говорю, нет, вы не поняли, там лежат вот такие, я говорю, мне на каждый день прямо вот настоящую. Он вздыхает и достает, значит, ниже с прилавка то, что под прилавком. Я говорю, нет, вы не поняли, мне надо вот, чтобы каждый день таскать, чтобы это был не сувенир, чтобы я мог каждый день ей пользоваться, чтобы мне с ней было приятно, хорошо и весело. Он вздыхает, уходит и выносит, собственно, вот так вот просто в ладошки охапку, которую кидает на стол, типа, выбирай. Вот, и, собственно, там я и выбрал эту наваху, потому что она, во-первых, легла мне в руку. Она, да, там нет вот самой вот этой тык-тык-тык-тык-тык-трещетки, но здесь рог на рукояти. Она именно той формы, которая мне бы хотелось. Если честно, она, по-моему, год уже у меня на кармане, то есть я ей прям пользуюсь каждый день. Но она хорошо заточена у тебя при этом. Да, ну, естественно, я ей пользуюсь. Вот, и этим ножом можно там красиво отрезать ниточку, красиво вскрыть упаковочку. Идеально намазать хлеб, масло на хлеб и отрезать кусок сыра. При этом в рюкзаке у меня все равно всегда лежит этот Викторинокс. Ну, это святое. Это тоже меня греет. И если нужно делать уже что-то интересное, ну, такое, что требует прям работы приложения и силы всего остального, то, естественно, я достаю Викторинокс и дальше уже им режу. Алена хотела тебя спросить про второй штык-нож. Да. Да, я все на него любуюсь, смотрю. Второй штык-нож, это тоже интересная история, потому что он мне точно так же просто совершенно случайно попал в руки. И я не смог себе... Это вот очередная штука, которую ты берешь и такой, мне надо. Я буду... Да, конечно. Я не успел его потрогать перед съемкой. Как бы обычным человеком made in USSR у нас, вот у всех мальчиков во дворе была мечта именно вот немецкий штык-нож. То есть это было вот у нас было у одного из... Ему там дед откуда-то достал из старого гаража. И все ходили и вздыхали. И тут мне попадается такая же штука. Он в очень сомнительном состоянии. Весь целиком, да. То есть им явно что-то делали, 10 раз точили, перетачивали. Там ножны тоже... Ну, собственно, вот это... Но они в приемлемом состоянии. Ну, да. Все равно это не... Это качество. Слушай, ведь ему сколько лет уже, это старый же очень. И ведь эта же кожаная деталь, она не менялась, получается. Да, да. И тут же можно и историю проследить. То есть как от, собственно, вот от этого замка, да, пришли вот к этой... Более упрощенному варианту. Ну, это такой протоклипса, давайте так это назовем. Да, да, да. Которая как раз и цеплялась за рукоять. Мне кажется, машинным маслом пахнет. Ну, потому что я их пытаюсь немножко хранить. Все-таки они и ржавеют, и... Нет, это вот очень круто, что ты бережно относишься. Я, да, пытаюсь ухаживать. Потому что это воспоминания. Я как бы периодически там достать, поухаживать. Они у тебя дома лежат в каком-то ящике? Или, может быть, ты перед телевизором его держишь? То есть на видном месте? Как ты их хранишь? Нет, это все, конечно, в отдельный... В сейфе должно быть. Да. Это все лежит в отдельном там... Ну, вот большие там страшные ножи, да, естественно, убраны. Большинство из тех, которые там... Наваха, например, у меня на кармане живет. Этот живет в рюкзаке. Этот лежит на видном месте, он мне греет душу тем, что он у меня есть. Он такой замечательный. И когда там приходят друзья, или там есть повод, или хочется там пересмотреть фотографии из воспоминаний, я также их застаю, раскладываю и начинаю вспоминать, как, чего, откуда. Как плотно сидит, не вываливается, и какой клац. Да. Ты обещала зрителям рассказать попозже про этот нож. Это сойка. Немногие знают, и, кстати, в интернете об этом тоже достаточно мало информации. Это национальный болгарский нож. Мы с друзьями ездили, собственно, в Болгарию. Идя по очередной улице, там какой-то сувенирный магазин, пойдем посмотрим магнитики, мы заходим, это, оказывается, не сувенирный магазин, а опять какая-то маленькая мастерская, маленькая кузница. Здесь сидит дяденька и с очень серьезным лицом что-то ковыряет. Я на полке вижу вот это. Я такой, а это что? Сойка. И при этом смотрит на меня так, как будто я абсолютно должен это знать. Очевиднейшая вещь. Как ты можешь быть вообще не в курсе, что такое сойка? Я отхожу, заложу в гугл, не нахожу, что за сойка, откуда. Спрашиваю у него, и он мне начинает объяснять, что это вот как раз национальный болгарский нож, который вообще, по идее, является еще и частью национального костюма. Я спрашиваю, а почему он такой? А как что? Он мне объясняет, что так же, как, да, собственно, многие этнические ножи, например, Наваха, изначально это было либо деревяшка, либо рог. Рог изогнутый, поэтому деревяшка, пистолета, ну, рукоятка получилась пистолетообразная. Маленький клиночек, который складывается, и ты берешь эту штуку в руки, он у меня, кстати, тоже какое-то время валялся в кармане, я им каждый день пользовался. Ты сначала берешь в руки и понимаешь, что это какой-то брелочек несуразный, который вроде бы что для чего, и очень такая, как бы, на вид-то такая достаточно хлипкая конструкция. Но когда ты начинаешь пользоваться, ты берешь его в руки, удобно лежит, им удобно пользоваться, им удобно там открывать посылочку, что-то маленькое отрезать, там, какую-то колбаску нарезать, еще что-то. Прелесть всех этнических ножей, ну, на мой взгляд, опять же, если про общее говорить, в том, что если ты, как бы, примерно понимаешь, как люди живут, чем они занимаются и все остальное, то вопросов, как пользоваться этим ножом, у тебя вообще не возникает. То есть ты берешь предмет в руки и просто начинаешь пользоваться. Тебе не надо думать, наминает, не наминает. Там сотни лет практики все уже выточили, да, там уже ничего не наминает, там уже все удобно, хорошо и весело. Сойка, а нарисована свинья, кабанчик. Да. Говоря о практическом опыте применения ножей, расскажи про этого Якута. У него интересная история того, как ты его получил, и ты рассказывал, что ты еще и пользовался им на практике. Да. Этот нож мне подарила жена. Мы познакомились, какое-то время общались, и у меня жена родом из Якутска. Света, привет. Она, собственно, из Якутска попросила найти этот нож, попросила найти настоящий якутский нож. И когда он ко мне приехал, а к нему еще шла там прям кипа документация о том, что это прям этнический нож, он там таким-то именитым мастером сделал. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, увы. Вот. Он там в деревне в какой-то колонной. Я посмотрел, и для меня в тот момент я как бы больше был по скудным ножам, а вот эта форма у меня вызвала такое количество вопросов. То есть, а почему? А чтобы что? Можно. Вот. Да, конечно. И через несколько лет я зимой оказался в лесу на охоте. И там надо... Все понял. Да. И то есть, когда ты... Я думаю, дай я возьму... Он же должен мне сам ответить на то, что им делать, как им пользоваться, что должно происходить. И ты все понял на практике. Да. То есть, мало того, я прям стал звездой. Потому что ребятам для того, чтобы что-то делать, там, понятно, что на охоте у каждого человека плюс-минус есть нож, у многих не один. Вот. Там, снять... Приходилось там снимать в варежки перчатки. С этим не надо ножом этого делать. То есть, он прекрасно... Да, большая рукоять, сюда даже в варежки, не только перчатка, вполне подходит. А форма, которая даже, понятно, что никак не наминает, да, вот это вот... Ну, кстати, да, здесь не круглая рукоять, она вот такой вот формы. Да, и получается, что пальцы, где нужно, сжимаются, где нужно, объем добавляется. Ален, возьми в руку, прочувствуй этот нож. Еще интересная особенность, он очень легкий. Он прямо вот невесомый, им очень можно долго работать. И при этом, за какую бы часть рукояти ты не схватился, ты понимаешь, где находится, собственно, острие ножа, чтобы вот удобно им было оперировать при этом, ну, работать. За счет того, что служение идет сюда? И как бы потом уже я еще и вычитал, что благодаря тому, что на рукояти кап, и он достаточно много березового капа, есть версия, что у него... Я не проверял, честно, мне жалко его сильно мочить. Ну, как бы прям... Он не разбухает вообще. Не в этом дело, у него положительная плавучесть там не тонет. Ага. То есть максимальное количество практического применения. При этом якутские ножи же делятся для правой руки и для левой руки. Вот. И это, собственно, ты сначала такой, что, почему вот этот вот долг, который с одной стороны... И да, ты начинаешь ковыряться, узнаешь, что по одной из версий это там форма костянового ножа кто-то делает для того, чтобы якобы облегчить, кто-то для упрочнения конструкции. А потом ты понимаешь, что строгать? Ничего не прилипает. Прям да, к нему ничего не прилипает. Это настолько удобно. И ножны со свободным подвесом, как Ярин любит. Да. Михаил, привет. Вообще никаких вопросов не возникает. И, собственно, вот эти вот ножны со свободным подвесом, когда тебе там где-то надо присесть, где-то еще что-то, их действительно носят как бы не сбоку, а ближе как бы к середине ремня, ты присаживаешься, полы, там, длинная одежда, как правило, зимой, да, они раздвигаются, и тебе удобно нож достать, положить, к нему абсолютно до него, ну, им удобно пользоваться. Не выпадает. Да. Вот. Собственно, как и многие этнические ножи, ты берешь его в руки и понимаешь, что вот ты оказался в ситуации, когда вот лучше этого не придумали ничего. Что еще интересного из этники у нас сегодня есть на столе? А интересного... Можно, можно, вот про этот расскажи мне, я на него все заглядываю. Это пчак, я думаю, что многие узнали. Это настоящий узбекский. Еще одна интересная особенность коллекционирования этнических ножей в том, что когда люди узнают, что ты этим занимаешься, тебе вот эти этнические ножи начинают дарить. И мне, собственно, подарили этот пчак со словами, что мы не понимаем, что это. Ну, из Узбекистана везли. Да, но он прям настоящий, он прям оттуда, со всеми отличительными особенностями. И правда, здесь и рисунки, и рукоять, и форма клинка, и то, что вот здесь вот этот вот долг выведен. Вот. Да, да. Он прямо вот... Задранное чуть-чуть острие. Да, да, да. Он по всем канонам. Да, ножны, опять же, с таким... Можно я, секунду? С рисунком, причем легкие вот эти вот. Потому что изначально пчак, ну, как бы, я думаю, что многие в курсе, это один из уникальных предметов, который именно для кухни сделан от начала и до конца. Вот. Мне было очень интересно, и делали мы шашлыки, и я думаю, дай-ка я. Слушай, ну, это один из самых качественных, сделанных, что я держал в руках. Не создается впечатление дешевизны. Он... Он очень хороший. Вещь, да? Да, он прям вещь. И я могу прям ответственно заявить, что работать им на кухне – это тоже удовольствие. Единственная проблема в том, что я, честно, не знаю, но здесь какая-то железяка на клинке, которая прям вот на глазах ржавеет. То есть ты берешь... Или ротка какая-то самая простая. Вот. И прям после этого он требует ухода, поэтому на нем можно видеть пятна, но это не ржа, это масло. Насколько часто ты работаешь им по кухне? Он у тебя как основной идет или ты под удовольствие иногда пользуешься? Это для удовольствия. То есть вот когда хочется красиво, эстетично, когда хочется прям процесса. Леш, тут даже на нужнах, это будет видно потом, на крупняках, как у мантов, защипы, понимаешь? Кухонный. После него я вот хожу, например, кухонный нож нужно выбирать. Я такой, мне надо вот такой. Вот. Я держал в руках хороший кухонный нож. Он должен быть вот таким. Там и форма рукояти, опять же, с одной стороны. А с другой стороны вот этим вот восточным духом, вот этот вот рисунок, он прямо вот восточный-восточный. И с одной стороны утилитарная очень вещь, а с другой стороны не чуждая эстетики прям вот. Да, потому что перламутр, эмаль, ручка такая полосатая, полированная. Прям очень красивым ножом приятно работать. Да, безусловно. Вот здесь у нас лежит внешне достаточно простой нож. Расскажи нам и зрителям про него. Это просто нож на самом деле, который мне подарил один мой знакомый со словами «У меня есть на», и он у меня до какого-то момента лежал. А потом я думаю, да, я его в лес возьму, ну, очевидно же, да, такая достаточно лесная форма, то есть с ним должно быть удобно и хорошо. И он у меня прям очень прижился в рюкзаке. Он, с одной стороны, для меня, ну, как бы вот для леса, собственно, почему я там с этим ножом в лес не хожу, потому что он великоват. Мне с ним недостаточно удобно, но выложить его где-то на там... Лесной кухне. Да, для лесной кухни прямо вот идеально, абсолютно, очень удобно. И потом уже я додумался, что, не знаю, правда или неправда, я в этом увидел какой-то недотанто, что ли. То есть вот этот вот, вот этот вот изгиб, мне показалось, что он очень прямо вот что-то в нем есть. Может быть, это я себе сам придумал с одной стороны. Ну, это точно не колстиловская танта, но здесь определенно близко к этому. Вот. В руке лежит очень приятно. Мне нравится, когда нет лишних углов, все такое комфортное. То есть... Это вот максимальная функциональность для меня. Я сам от него... Ну, как бы я сам от этого ножа многого не ожидал, но бывают вещи, которые ты потом берешь в руки, начинаешь им пользоваться и такой... Раскрывается в работе. Клево, да. Как и, собственно, я вот... Я за это ценю еще вещи, за то, что они должны быть с одной стороны с историей, у них должна быть какая-то... Ну, набор причинно-следственных связей, почему он именно такой. А потом ты его берешь в руки и такой... Грамотно сделанный нож, у него достаточно мощное острие, он тоненько сведен, то есть и по продуктикам, и поковырять, и любым хватом его в руку взять. И опять грамотно сделанный рукоят, потому что я вслепую понимаю, с какой стороны у него режущая кромка. Приятный нож, как подарок от друга. Друг, опытный, нажиман, либо он случайно купил такой хороший нож, но я надеюсь, что он знал, что он дарил. Часто вообще ножи дарят тебе, друзья, после того, как ты начал собирать этническую коллекцию? Ну, периодически дарят, не то чтобы прям, либо часто не на каждый праздник, но вот, например, у меня у жены не возникает вопросов, какой нож мне подарить. Потому что что вот этот нож, что за навахами, а поехали вместе, а поехали, что, собственно, на Филиппинах вот там лежит вот эта страшная деревяшка, которую мы вместе тащили, а протащить вот это в самолете, в багаже, это целое приключение. Вот этого Раджу, кстати, тоже она мне подарила, потому что это вроде как складной кукри. У меня другое умение по этому вопросу, если что. Раджа. Ну, давай мы сначала поговорим про первый нож, который взяли в руки. У него очень необычный внешний вид, и я знаю, что у тебя есть определенная история про особенности ножей. Да, когда мне друзья сказали, что поехали на Филиппины, мы там поехали серфить, то есть море, солнце и вот это вот все. Что мы знаем про Филиппины? Люди, увлекающимися ножами, безусловно, это должен быть Болисонг, и в моей голове там все с мала до велика должны были ходить с этими бабочками. То есть, ну, это же в России, это один из брендов таких вот, представляющих Филиппины. Ну, в том числе. В том числе, да, кроме там единоборств и всего остального, всевозможных. А еще какие-нибудь кукри. Что-то тоже не видел. Кукри – это непальское. Не кукри, простите, керамбиты. Да, кстати, тоже. Керамбиты, что ли? Вот. Мы были на одном из островов, на Сиаргао. Я ни одного человека не... Мы, причем, мы были еще в Сибу, в столице. Я ни одного человека не увидел этой бабочки. Я такой, серьезно? Я начал на острове, на котором мы были, собственно, ходить, людей допрашивать. Какие у вас есть ножи, какие они бывают? Все-таки, да вот, хозбыт. И показывают, что-то примерно вот такое. Я такой, серьезно? Ну, какой как бы быт, такой и хозбыт. Тут сложно с этим спорить. Мы заходим в обычный хозяйственный магазин. То есть, там стоят какие-то швабры, какие-то средства для мытья чего-то, какие-то штуки от насекомых. И рядом лежат вот эти ножи, просто кучей наваленных. Слушай, они все такие длинные? В большинстве своем, да. Ну, это оправданное для джунглей. У них может быть длина. Вот самый маленький, который я видел, это что-то вот такое. То есть, абсолютно филиппинская, ну, лично для меня, опять же, штука, потому что это пистолетная вот эта вот рукоять. Ну, здесь все говорит, что здесь заточена подрубка. Да. То есть, и баланс, и изгиб, нисходящий вниз. То есть, вот так вот перехватил, чок-чок, поработал. Абсолютно такая утилитарная штука. Я искал, из какого дерева сделана рукоятка. Потому что я вот из тех, что мог пощупать, я не нашел. То есть, это явно что-то, что валялось практически под ногами. Если на нем внимательно смотреть, здесь видны следы, я подозреваю, от болгарки. То есть, это вот прямо так делалось. На коленке. Он, при этом, это же как бы, сейчас меня закидают опять тапками, я не знаю, как это правильно называется. Он с одной стороны, то есть, он с одной же стороны абсолютно плоский. Стомисочный. Вот, да. Вот, но при этом можно взяться вот так, и это будет достаточно удобно. Можно взяться вот так и какие-то работы выполнять. Это очень интересно. Причем филиппинцы свои ножи, ну, во всяком случае, на Сиаргау таскают не на поясе, да, каким-то, как-то висящем. Они у них висят вот здесь. И я долго не мог понять, почему. В итоге я очередного, собственно, местного жителя допрашиваю по разным поводам. Почему на шее? Вот это на шее. Ну, это же очень неудобно. Мне объяснили абсолютно утилитарная вещь. Во-первых, они все практически перемещаются на мопедах. И, соответственно, очень легко этот нож потерять. И зацепилось. Да, где-то еще цепляется. Такую штуку таскать на поясе очень неудобно, потому что она, да, даже если ты стоишь или идешь, она все равно цепляется за все подряд. По бедру бьет. Да, в том числе. Поэтому, если надо, взял, тут же еще и ножны очень интересные, кроме всего прочего. Да, вот эта вот деревяшечка, это леска обмотана. Из деревяшки сделано вот этот вот для подвеса отверстие, как вот это вот. Петелька. Петелька. Да, деревянная. Он вот с одной стороны максимально простой, а меня удивило, что ты его берешь в руки и при этом он максимально рабочий. Слушай, они носят на шее через плечо или только на шее? Ну, вот я видел на шее, но я подозреваю, что через плечо, ну, как бы вот в подмышке тоже носят, это как бы логично. Мне кажется, логично, потому что даже на мопеде он болтается, а если ты бросаешь вот такую петлю, и он вот так вот висит. Это достаточно, да. Это оправдано. Такая, знаешь, рукоятка заполированная, когда вот долго лопатой работаешь, которую сам черенок выстрыгал, вот она такая, залапанная уже. Она мной залапанная, потому что ты же как бы берешь, держишь, причем дерево мягкое, оно как бы вот прям теплое. Я не знаю, что это, к сожалению, что это за деревяшка, не скажу, но... Почему односторонние стометочные заточки, я могу предположить, они просто взяли лист и сделали сведение с одной стороны, поскольку в шалаше-то там не сведешь его прямо... Да, это дешево и быстро, и причем с одной стороны, а с другой стороны это же, ну... И точить проще. Да. Но при этом максимум функциональности засунуто вот в... С одной стороны, и максимум функциональности засунуто в максимально утилитарную вещь, которая вот вообще без претензий на эстетику. Вот. Очень интересно было, я же хороший друг, я таких штук вез три, потому что еще две пошли на подарки друзьям. А у нас... Мы будем с тобой дружить. Хорош. Вот, и у нас концепция всех поездок, это майка заправленная в сапоги, ну то есть минимум вещей, минимальный рюкзак, и я из всех поездок в обратную сторону, как правило, мы с женой берем еще и багаж, потому что же надо еще и нож как-то притащить. В тот момент у нас багажа не было, но без этого уехать я никак не мог. Так, это была большая проблема, мы у каких-то там местных аборигенов потребовали какую-то коробку, нашли скотч, причем именно нашли, потому что мы жили в деревне, а чтобы вы понимали, скотч и магазин, собственно, это в соседней деревне было, то есть там условия жизни были, дождь идет, свет отключается, ну вот на таком уровне. Вот, третий ножа были убраны в коробку, все это было перемотано скотчем, летели мы с двумя пересадками, в процессе надо было в одном аэропорту сдавать, в другом получать. В аэропорту Филиппин, они же просвечивали все это, увидели три вот эти штуки, причем я заглядываю в монитор, а там лежат вот так вот три ножа. Он меня понимает, это что, это сувениры, окей, поехали дальше. Все. Я очень боялся, что я их не довезу и, честно говоря, морально был к этому готов. Знакомая история, я так в Питере вез катану, и когда все собрались кругом, смотрят на меня, смотрят туда, я думаю, отнимут. Я такие, какой классный меч-кладенец, слава богу, я повез дальше. Наши зрители должны знать, что ты занимаешься, может быть, профессиональным метанием ножей, и вот эта вот форма метательного ножа сделана же тобой в результате одной из этих поездок. Да, и как раз вот я опять же придерживаюсь концепции, что не надо ничего изобретать, все уже придумано до нас. И вот эту вот форму ножа, опять же, да, пистолетообразная рукоять, здесь такой клинок, боу, и вот это вот все. Если сделать из этого нож, ну, как бы заточить там рукоять, то получится вполне себе такая рабочая штуковина. Я увидел ее там, у одного, собственно, опять же, из местных товарищей, он висел у него вот так вот. Я попросил посмотреть, подержал в руках, повертел, метнул его там в ближайшую стену, у аборигена, собственно, отпала челюсть. Я взял бумажку быстрее, это все дело обвел каким-то там очень непонятным образом. И приехав в Россию, я понял, что я хочу такую металку, мне надо. И как показала практика, они офигенно летят, это мы, как бы, одни из самых любимых ножей для метания. Для какой техники метания подходит этот нож? Они прекрасно подходят под многооборотку, потому что вот эта вот пистолетная рукоять, она, собственно, диктует эту технику, да, здесь вес уведен вперед, благодаря чему он еще и весит, как бы, для метательного ножа чуть больше, чем это принято обычно, то есть он около там 400 грамм, может, чуть-чуть за 400. И он, как бы, с одной стороны вытягивает вперед, а с другой стороны вот эта пистолетообразная рукоять, она докручивает, помогает докрутиться предмету. Он прекрасно входит в стемп. Это один из, ну, как бы, после того, как мы это попробовали, мы это сделали, это еще и на соревнованиях по метанию начало привлекать очень много внимания, что это такое, почему оно такое, а как этим пользоваться. То есть для многих метательные ножи, это такие пластинки, которые, собственно, люди метают. А здесь это, во-первых, похоже на нож, это вызывает много вопросов, при этом, как бы, оно же на эти вопросы отвечает, ты берешь и понимаешь, как, что с этим делать. Слушай, а метать его нужно, держа за пеленок или за рукоять? За рукоять вы держите, да, как обычно, два пальца взяли, выстроили перед собой, да, нож, и вот он улетает, как раз за рукоятку он делает, там, с трех метров, один оборот, и приходит, собственно, в стенд, при этом с таким звуком, что прям, благодаря весу. Из этого же ножа появился, собственно, и вот этот вот тоже предмет для метания. Это еще один наш нож, мы долго думали, как его назвать, у нас получилось клоу, коготь, да, а к этому ножу мы не придумали другого названия, кроме как бутчер, ну, весник, ну, он такой прям, по нему видно. Тесак. Да, этот нож появился из этого, благодаря тому, что мы убрали, грубо говоря, все лишнее железо, да, оставив сам принцип вот эту вот, S-образный, вот этот вот контур, и вес, уведенный в лезвие, да, то есть здесь лезвие, очевидно, тяжелее, ну, вот эта вот передняя часть, и он тоже прекрасно летит, прекрасно втыкается, и ребята берут с ними медали на соревнованиях. Я тоже иногда метаю, я люблю как раз тяпочки какие-нибудь, вот это, мясницкие, и топорики, вот самое любимое. Хотя у меня много вот а-ля таких. Покажи нам третий нож, пожалуйста. Это такая, это тоже, да, нож из нашего клуба, это нож как раз под безоборотную технику, причем, опять же, ничего не надо изобретать, все уже придумано до нас. Если в многооборотной или в полуоборотной технике нож летит, вращается и приходит лезвием, да, грубо говоря, это рубящее движение в момент прихода в стенд, да, этим обусловлена здесь форма лезвия, то безоборотка, она летит, и суть безоборотки в том, что предмет в воздухе не крутится, да, без оборота летит. И поэтому здесь форма лезвия такая, ну, как бы стилетная ближе к этому, потому что он так лучше цепляется за стенд, он лучше втыкается. Игла. Да, поэтому он называется спайк, собственно, это шип. Вот, ну, тут все как бы логично, и это интересная история, как вот одна поездка, да, и вот это вот, как сказать-то, когда ты подержал... Натрагивание. Да, различных, да, налапал, собственно. Вот этот нож, он как бы, ну, отличная формулировка, да, он налапан. У меня к тебе два вопроса. Расскажи, я думаю, зрителям это будет интересно, как ты относишься к китайским метательным ножам? Честно, не очень хорошо, потому что и в нашем клубе, и вообще в России принято метать не заточенные ножи, потому что это обусловлено и техникой безопасности, и, ну, и здравым смыслом, собственно. Да, китайские, все, что приобретается китайское, оно, как правило, заточено, и не заточенные ножи прекрасно летят и втыкаются в стенд, а если еще и техника страдает, то они и рукояткой втыкают, это тоже замечательно. Вот, во-первых, а во-вторых, качество китайских ножей, оно, именно метательных, да, оно оставляет желать во многом лучшего, то есть они, ну, там, плюс-минус одноразовые. Вот, и исходя из того, что они, во-первых, опасные, во-вторых, одноразовые, ну, как бы, относиться к ним хорошо сложно достаточно. У меня был один из ножей, Лешенька, прости, перебью, который вообще после попадания в старую сухую сосну, он расщепился надвое, и ты когда, ну, как бы, как ты будешь им попадать, ну, одноразовый, да, действительно. Очень тяжелый. Насколько вес важен для метания ножей? Есть мнение, что чем тяжелее предмет, тем легче им управлять. Поэтому, например, метание топоров, оно в США, в Канаде очень популярно. То есть, как бы так сказать, один из хедлайнеров метания топоров в США, это Джейсон Мамоа, такой здоровый дядька, который со всей, со всей своей, значит, дурью с удовольствием метает ножи в стенд, это прям отдельный бренд. Вот, поэтому метательный нож, он, как бы, он должен весить, да, для того, чтобы нам чувствовать, где центр масс, как с этим управлять. А если нож маленький, легкий, то это прям становится вызовом. Метатели между собой периодически, там, когда встречаются два метателя, а ты можешь вот это метнуть, а вот это как ты воткнешь, да. С одной стороны, вроде физика у всех предметов одинаковая, но, естественно, что чем предмет тяжелее, тем легче им управлять. Это тоже метательный нож? А это нож, да, с которого, собственно, вся метательная история вообще началась. Моя лично, потому что в какой-то момент я, меня на лето, как и многих, ссылали, отправляли в деревню, бабушки к дедушке, и там, как бы, ты везде бегаешь с ножом, ну, у тебя есть какой-то свой маленький для того, чтобы что-то ковырнуть, что-то порезать, и без этого жить себе не представляешь. Естественно, он метался. Я в какой-то момент, когда только-только еще переехал в Санкт-Петербург много-много лет назад, узнал, что в Санкт-Петербурге есть клуб, я хочу в клуб, мне надо. И, собственно, один из знакомых, опять же, мне на какой-то праздник такой, вот это, типа, позиционируется как нож для метания. В тот момент у него была обмотана рукоять, ну, то есть тут прям вот весь набор был. Единственное, что он достаточно толстый, достаточно прочный, но у него была обмотана рукоять, которая, естественно, улетела вся эта обмотка. Он был заточен, сейчас он затуплен специально. Он мне дорог как память и как начало вообще всего. А сколько лет ты занимаешься этим? Около десяти, может, чуть меньше, чуть больше. Насколько важно для тебя метание ножей? Я так понимаю, что сейчас это твоя основная профессиональная деятельность. Да, это клуб, это люди. И, мало того, собственно, метание ножей для меня это еще как бы, ну, такое семейное дело, потому что у меня и жена, собственно, инструктор, и меня поддерживает, и она тоже, кстати, там, и ножи любит, да, потому что у нее есть своя новаха, а я так и не смог у нее из сумки выцарапать ее пинельку. У нее их несколько там разноцветных, с которыми она периодически меняет под цвет сумки. Вот, мне не дали они ее сюда притащить. И во многом, как бы, и метание, и вот эта коллекция, ну, как бы, вместе сформирована, и клуб как продолжение, собственно, какого-то там... Я правильно запомнил, что этот нож это подарок жены? Да, потому что, когда я его увидел еще, ну, мы, как и все, еще на кассетах смотрели вот эти вот Cold Steel, когда представляли свои ножи, рубили тушь и еще что-то, это вот... Да, я увидел в какой-то момент Раджу и понял, что, блин, я хочу, мне надо. И я не додумался его перед этим подержать в руках. Вот, мне надо, 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 надо. И с этим ножом, кстати, связана представящая история. Мне его дарят на день рождения, и в этот же день у меня у друга свадьба. Мы одеваемся, собственно, на свадьбу, все хорошо, красиво. Я его, естественно, из рук не выпускаю, держу, он такой замечательный. А у нас в клубе есть упражнение фланкировки, когда нож крутится в руках, вот это вот все. И в какой-то момент я забываюсь и начинаю его крутить. А я стою уже в белой рубашке, практически в ботинках, у меня уже жена в платье там, как бы я стою, как обычно я оделся, стою и жду. Вот, и мне этот нож прям вот по кончику носа, самый-самый кончик. То есть там не критично, там не больно, там ничего. Ну вот, вот это вот все. И я такой, у нас проблемы. Я узнал о себе много нового в тот момент. Но на всех свадьбах, да, на всех фотографиях, собственно, со свадьбы друга я с пластырем на носу, потому что как еще. Вот, и с этим же ножом, почему, как бы, это не с кладной куклей. Это, опять же, мое мнение, личное, персональное, если что. Потому что в какой-то момент у меня был замороженный кусок мяса, из которого надо было сделать два куска мяса. Угу, продолжай. А руку, собственно, а дотянулся я только до этого. Это ответ на вопрос, откуда здесь на ноже вот этот вот, вот это вот замин. Замин, замин. Да. И все вот это вот, как бы, после этого вопросы, собственно, крупки всего на свете. Свиных туш, которые... Да, которые... У меня очень много вопросов возникло. Ты это как память оставил? Почему не переточил? Потому что после того, как я, собственно, ну, как с новым, с любым новым ножом я его там надержался в руках, я пытался ходить с ним на кармане. Вот, он испортил мне все карманы. Я его отложил, и у меня появилась мысль, что рано или поздно я, когда дойдут руки, я нарисую красивый концепт, я отдам его умеющим людям. Они мне сделают какое-то либо травление, либо гравировку на... Слушай, вот Алена делала себе на... На Спартане. На Спартане. Вот, она тебе посоветует. Нет, я этих товарищей не посоветую. И очень хочется переделать рукоятку, потому что все делают клинок, и никто, собственно, мало кто занимается рукоятью. А он же достаточно, если я, опять же, правильно все понимаю, достаточно просто разбирается, и форма-то незамысловатая. И можно сделать к нему еще очень интересную рукоятку. Поменять клинок, поменять рукоять, клипсу титановую поставить. Ну, например, да, сделать из этого кастом, который еще и превратится в, как бы... Хочется сделать из этого предмет искусства. Одну опорную бонку оставить, все остальное выкинуть. Вот. Так что с этим ножом, да, тоже связана такая отдельная интересная история. То есть, непальскому, как и ты доверяешь в плане рубки гораздо больше, чем колдам? Ну, тут не рубящее сведение, это резак, 100%, тут даже говорить не о чем. Ну, вот серьезно. Ну, с куском свинины, блин, проиграть? Воевал, проиграл? Тут же еще нельзя исключать прямоту моих рук, которая могла тоже влиять на весь процесс. Как бы от этого очень сложно отказаться и уйти. А, вот, кстати, очень интересная штука. Это... Я думаю, что сейчас это, кстати, очень популярное в России такое. У меня два таких ножа есть. Вот, хиганаками, да. У меня один друг ехал в Японию работать. Я говорю, привези мне хиганаками, настоящий. Сам я когда до Японии доберусь, как бы не очень понятно, а вот нож настоящий хочется иметь. В тот момент у меня его еще не было. И через какое-то время мне этот друг, значит, звонит, пишет и говорит, что, слушай, хочешь интересную историю? Я спрашиваю у людей, где взять, собственно, такой нож. И поколение старше мне говорит, что они понимают, что это такое, не знают, где взять. А те, кто моложе, они даже не понимают, что это такое. И он такой говорит, я не очень понимаю, почему. Я, как любой взрывомыслящий человек, лезу в Google, да, чтобы разобраться. Оказалось, что в Японии идет, как бы, активная вот эта демилитаризация, отказ от насилия, отказ от оружия. И они к этому очень сильно, как бы, этой темы придерживаются. А хиганаками в начале 20 века, и где-то примерно до середины, может, чуть дольше. Это же был прям вот, с одной стороны, это, опять же, очень утилитарная штука. И вот это, насколько я понимаю, в традиции, да, это очень большой хиганаками, потому что они могут быть очень маленькими. И это изначально нож, который входил даже в детский пенал для того, чтобы точить... Карандашик. Да. Мои в два раза меньше, но хиганаками он где-то вот такой. Вот, вот чуть-чуть, вот, вот такой. Да. У тебя все по размерам средний викс. Да. Вот. И в какой-то момент, собственно, когда как раз середина, да, конец, там, ближе к 21 веку, когда они начали отказываться от этого, они отказались и от, собственно, и от хиганаками. При этом для меня штука очень исторически интересная, потому что есть Япония с ее, там, тысячелетними, там, многовековыми традициями, ножей, форм и всего остального. И здесь это все практически соблюдено во многом. И при этом это абсолютно утилитарная штука, сделанная из максимально простых материалов, когда даже на рукоять лист просто свернут и все. Ну, то есть, это такой парадокс. С одной стороны, очень, как сказать, историчная вещь, выполнена максимально утилитарно. Вот, ты знаешь, я обратил внимание на то, что ты сказал, что многие ножи имеют одинаковые традиционные формы. Вот у меня в коллекции, например, есть дук-дук, есть меркатор. И они все же из сложенного пополам листа. Да, вот в принципе, вот если я возьму этот нож, он ведь не сильно будет отличаться от многих европейских классических ножей. Это может быть чуть-чуть форма клинка. Ну, да, наверное. То есть, интересно, как разные культуры приходят к одному и тому же пониманию удобства и практичности изготовления. Ну, да, все гениальное, просто и приятно. И тут мы перейдем к финке. Потому что всеми нами любимый вид ножа. Расскажи нам про то, как он у тебя появился. Он появился, собственно, когда я первый раз приехал в Финляндию. Я смотрел, есть целый же магазин в Маркете. В Хельсинки можно прийти и прям руками потрогать. Там их очень много было тогда, сейчас не знаю. Смысл в чем? Я пришел и я говорю, я хочу самый финский, финский нож. Вот какой он только бывает. Мне, естественно, показали не это. Для меня, как бы, во многом, может быть, тоже это вот личное мнение, мое такое субъективное. Для меня финский нож, он в первую очередь, это форма рукояти, вот эта вот, абсолютно удобная. Да, 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 да. Потому что он может быть и таким, и таким. Но благодаря вот этой вот форме рукояти, именно он и становится как бы этническим таким вот финским. Да, это отличительная особенность, которая практически, которая мало где была. А когда мне сказали, что этот, именно эта модель ножа, не знаю, может быть, это был маркетинг и желание мне впарить этот нож, но меня особенно захватило, что эта форма именно клинка срисована с финок, которыми пользовались финские солдаты. И это прям финский, финский, финский нож для меня стал в тот момент, и уйти без него я бы, ну, просто вообще никак не смог. Вот. Вот. И с ним я, кстати, я им пользовался, несмотря на то, что он выглядит достаточно неплохо. Отличная, опять же, очень удобная штука. Хочу обратить внимание наших зрителей на то, что здесь форма щучка, которую многие называют традиционно русской. Многие назовут, что это боуэ и такая традиционная финская рукоять. То есть, на самом деле, все ножевые культуры, они пересекаются, переплетаются и сходятся к одним и тем же вещам. То есть, вот для чего вот этот упор? Потому что нужно почаще посверлить. Кому такая работа не нужна, вот как, например, там в Малайзии, им больше порубить, у них другая рукоять. И существует такой давний диалог на тему о том, что, например, почему применяется с одной монтаж. Многие говорят, что просто в старые времена было мало металла, на нем экономили. Но люди, которые ходят в лес, они понимают, что теплой рукоятью работает гораздо удобнее, чем нож, где у тебя накладки. Особенно в Финляндии, где лето 3 месяца всего, все остальное время зима. И еще важной и неотъемлемой частью любого, ну, большинства ножей, если он не складной, это ножны. Потому что они же тоже этнические, они тоже имеют свои особенности, свои причинно-следственные связи, почему они именно такие. И как я потом узнал, опять же, одна из версий, мне об этом красиво рассказали. Вот этот вот хвостик, меня сейчас опять закидают тапками и, скорее всего, будут правы. Он нужен для того, чтобы сети вязать. То есть вы, когда вяжете узел, вы фиксируете, дальше вы достаете и в другое место перевешиваете. Точно так же, как, например, вот эти вот ножны, да, для кухонного ножа, ножны по большому счету не нужны. Но люди переезжали с места на место, и поэтому традиционные ножи для, традиционные формы ножен для пчаков, не с первого раза выговорил, вот, они, ножны не должны ничего весить, они должны быть максимально легкие, максимально тонкие, максимально утилитарные, потому что они в большинстве случаев не на поясе, носятся именно где-то лежат. Точно так же, например, ножны, да, на якутском ноже здесь, как бы, не совсем по канону чуть-чуть сделано, насколько я это понимаю. Потому что то, что мне говорили, то, что мне показывали, ножны для якутских ножей делаются из бычьего хвоста. То есть он снимается просто носком, и получается, да, внутрь вставляется какая-то там деревяшечка, да, и получаются ножны. Для меня, человека полного стереотипов, да, народ саха вроде как больше с оленями, чем с быками, неочевидная штука. Но очень интересно, почему до этого никто больше не додумался. Ну, то есть у них это принято именно так. Так, тоже очень интересно, тоже такая. Сразу, сразу расскажи мне, у тебя очень много этнических. Какой бы нож ты сейчас в ближайшее время себе хотел, присмотрел? Куда будешь лыжи мылить? Ну, туда мылить лыжи сейчас достаточно проблематично, потому что мне очень хотелось в свое время бак 110. Потому что, на мой взгляд, это такое вот прям отражение культуры именно того времени. Причем этот бак должен быть куплен где-нибудь в захолустье какого-нибудь, там, я не знаю, Тихо-краса, да, вот такое. И тогда это будет прям настоящий американский, американский нож. Вот, точно так же очень бы хотелось кукле посмотреть, потому что то, что я видел, то, что я держал в руках, я не понимаю, зачем он. Ну, то есть, понятно, что там рубить, понятно все остальное, но у него есть два маленьких ножика, про которые пишут, что там один нужен для другого, один для одного, другой для другого. Но ты пока не походил, не посмотришь, ты же этого, ну, то есть, это для тебя слова. Надо подержать руками, надо посмотреть, как люди это делают, и тогда понятнее становится, и почему нож такой, и почему форма у него такая. Вот очень бы хотелось кукле. И последняя такая вот прям хотелка-хотелка, это канадский траппер. Вот эта вот форма, которая тоже достаточно уникальна для них, которая... Леша любит. Да, я люблю канадцы, мне нравится, ими работают. Очень бы хотелось именно съездить в Канаду и найти какого-то дяденьку, который их делает, у него вот этот вот нож купить. Это, пожалуй, такое из того, что быстрее всего всплывает. А, еще есть одна интересная штука. Ковыряя вопрос про якутов, я наткнулся на такой интересный инструмент, называется БТЯ. У народа саха, да. Сейчас почему-то в моде для того, чтобы ходить в лес, это там паранги, мачете, ну все нагулялись с топорами, и всем хочется как-то разнообразить этот процесс. А на мой взгляд, БТЯ именно для зимнего леса подходит намного лучше. Ну, то есть он изначально для этого был придуман. Это и нож, и топор, и пешня, и копье, и все в одном. Очень бы хотелось это подержать в руках, попробовать поработать, потому что мне кажется, что это такая потрясающая штука. Кавказскую каму. Прости, Люша, я тебя пробиваю. Ну, прям кинжал-кинжал. Да, наверное, но это надо... Их же там огромное многообразие. Да, да. В каждом вообще... Да, и я просто плохо себе представляю, какой конкретно, да, но если ехать, то я бы прямо с каждой деревни уезжел. С телом, да? Это как бы вот, когда я говорю, что обратно езжу с чему-то, но это не шутка. Я хотел сказать, что подобные большие ножи, мне кажется, я видел у кого-то на клинке. Возможно, в Москве, возможно, в Питере. Давай мы вот, когда будет питерский клинок, сходим и поищем. Да. Сейчас много ребят из Якутии стало приезжать, и если вот вы нас смотрите, привозите, мы все перелапаем. Не обещаем, что купим, но отпечатки пальцев оставим 100%. Да? Последний нож у нас остался. А, это, опять же, интересная история про то, что, когда люди узнают, чем ты интересуешься, чем ты увлекаешься, они начинают тебе искать это и дарить. Ну, то есть, это достаточно, ну, такой популярный, простой нож, но мне он важен, чем? Мне его подарил кисть. Ну, это святое. Да. Во-первых. А, во-вторых, человек поискал, запарился с тем, что это именно должен быть танто, это именно, причем, как бы, это именно должна быть рукоятка, которая по форме, там, должна быть похожа на этого ската. И вот это вот все, это очень клево, и это очень приятно. Точно так же, как, например, там, и этот нож был, там, мне подарен. Ну, то есть, завлекать в это людей, в понимание ножевой культуры, в понимание, почему нож такой, в том, чтобы ковыряться в истории, почему он такой. Вот через вот это увлечение мне очень нравится, очень приятно, когда это происходит. Это очень важно, на мой взгляд, ну, для меня лично. Ну, вот Алена рассказывала, что тебе подарили бенчмейтерскую бабочку. Да. Я не уверен, что человек, который ее дарил, прям заморачивался. Это уж извиняй. Нет, он ее прям дарил, что это запрещенка, ты, ради бога, не свети, он, там, в ресторане мне... А здесь я вижу, что человек думал. Просто, когда я беру этот нож, я, во-первых, не могу сказать, что он плохой. Видна идея тех, кто его делал, логика этого ножа. И человек явно думал, не брал нож просто так. Да, 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 это важно, ну, это очень ценно. Это хороший, интересный нож. Продолжая тему подарков, я хочу сказать, что у нас с Аленой и у канала «Империя ножей» Есть маленькая традиция. Небольшой подарочек. Вот тебе от нас ножичек. Открывай, давай вместе посмотрим. Он чисто российский. Вы что, серьезно? Да. Давай, застой. У меня прям руки затрясли. Приятно. Ох, круто. Респект. И мой вам тоже. Будет и тебя теперь... Надеюсь, он будет служить тебе верой и правдой, и, может быть, чуть-чуть потеснит на DC Навахо. Я обязательно это... Потом расскажи, как он тебе в работе. Да, обязательно. Спасибо большое, очень приятно. Ну, я очень рад. Тебе спасибо, что нам пришел и показал такую очень крутую коллекцию. Какие, Алена, мы сделаем выводы по итогам сегодняшнего выпуска? Во-первых, у нас впервые в гостях человек, который подбирает по четкому признаку. Он не просто там взгляд упал, мне понравилось, либо я люблю там большие ножи. А человек, который прям путешествует и возит не магнитики, не еду, как я, а возит классные запоминающиеся вещи. Я хочу выразить отдельный респект за антиквариат, потому что я ценю старинное оружие. Я очень люблю старые барахолки. Я во всех городах, когда бываю, типа в Тбилиси у сухого моста огромная барахолка, я обязательно хожу в такие знаковые местечки, чтобы посмотреть. Потому что ты правильно сказал, это культура, это общение, это взаимодействие. Ты очень много узнаешь. И начиная там от серебра какого-нибудь, столового заканчивая, ты там мебелью, либо вот антикварным оружием. Это история, знать это нужно. Мне понравилась, Леша, твоя мысль, что ножеманы и ножеделы всего мира приходят к определенным формам. И они чем-то схожи, что все-таки идеальная натроганность идеального ножа, она существует, наверное. Ну и в принципе очень интересно, что человек увлекается и метанием ножей, и собирательством, и путешествует. Я это очень ценю, потому что границы мира можно познать через культуру, через язык, через кухню обязательно. А ты вот познаешь через ножи. У тебя замечательная коллекция, мне лично зашли больше всего навахи, я сам давно мечтаю. И мне очень нравится твой подход, не просто попросить, ребята привезите, хотя тебе тоже привозят. А именно такой, я съезжу в Испанию за... За навахи. Что-то навахи не хватает в коллекции. Нужно выбрать какую-нибудь страну, например, на Южный полюс, с какими ножами ходят пингвины, мы едем к вам. Вот. Ну что, дорогие друзья, мы будем прощаться. Я хочу вас попросить обязательно подписываться на наш канал тем, кто не подписан. Обязательно ставьте лайки, не забывайте про нашу группу ВКонтакте, про нас в Телеграме. И кроме того, мы оставим на твою группу также ссылка в описании. Переходите, смотрите, обязательно занимайтесь. Метание ножей это очень интересно. Ну и мир дружбы, порошки. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok